Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость Гия Ноди, бывший министр образования и науки Грузии, директор Кавказского института мира, демократии и развития и профессор университета Ильи. Гия, добрый день. Добрый день. Прежде всего, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который мучает меня достаточно давно. Но иноагенты, казалось, мы в России, в российском, так сказать, политическом, медийном пространстве уже так устали от этой темы. И вот откуда не ждали при возвращении иноагентской темы, так это от свободной, кажется, пока еще демократической Грузии. Как в Грузии возникла вот эта тема иноагентов и для чего она нужна власти? Ну, у нас власть означает Бедзина Иванишвили. Это человек, который заработал свои миллиарды в России, потом приехал в Грузию. Он, так называемый, неформальный властитель, который как бы захватил страну, можно сказать, захватил государственные институты и правит через своих ассистентов. И это его личное решение. То есть по-другому в Грузии быть не могло. Почему он принял такое решение? Достаточно, скажем, такой параноидально мыслящий человек. Он везде видит заговоры. И последние, ну, по крайней мере, два-три года он решил, что существует такой заговор Запада, коллективного Запада против него лично, чтобы его вытеснить из власти и заменить на более удобных для Запада людей. Я уверен, что он так думает. И достаточно свидетельств непрямых, что он думает именно так. И поэтому на фоне этого, хотя так бы чисто формально Грузия, грузинское правительство говорит о том, что мы продолжаем движение в сторону евроинтеграции, но на самом деле мы постепенно отходим от этого пути, пути евроинтеграции.